Часто люди обращаются ко мне с вопросом, как разбогатеть. И знаете, что я вижу, общаясь с ними? Они же сами отбирают у себя все шансы выйти на новый уровень благополучия и достатка. Долгие годы они стараются решить свои финансовые проблемы, а на самом деле погружаются еще глубже в их пучину. Эта борьба может продолжаться долгие годы и ни к чему не привести. А все из-за того, что причины такого состояния остаются неизменными. И одна из таких причин – унаследованное отношение к деньгам. Наши родители росли в другом мире, они не жили, а выживали. Многие вещи, которые сегодня нам кажутся привычными, для них были просто недоступны. И я не говорю о таких роскошествах, как личный автомобиль или отдых на лучших курортах мира. У них не было горячей воды, не было зимней обуви. Да что там говорить, и еды-то не было в достатке. Хорошие конфеты, сгущенка, консервированный горошек были деликатесами и встречались только на праздничном столе. Пережили наши родители и экономические кризисы. Люди годами копили деньги, мечтая купить мебель, телевизор или автомобиль. И вдруг, буквально в один момент, они потеряли все свои сбережения. Тогда не было системы страхования вкладов, и многие остались буквально ни с чем. Жизнь наших родителей, бабушек и дедушек была настолько тяжелой, что приучила их относиться к деньгам определенным образом. Даже спустя много лет, когда мир стал гораздо комфортнее, а финансовое положение наших родителей улучшилось, они продолжают мыслить категориями дефицита и бедности. Имея возможность покупать более качественную одежду, еду, услуги, они продолжают экономить, ограничивая себя во всем. И постоянно ждут нового кризиса, который лишит их всего. Как же это влияет на нас? Как это определяет наши возможности стать богатым и успешным? Да самым прямым образом. Когда мы постоянно видим какой-то пример перед глазами, мы неосознанно начинаем копировать и этот образ мышления, и эту манеру действий. Когда мы постоянно слышим, что денег не бывает достаточно, то мы тоже начинаем так думать. Когда нам говорят, что это слишком дорого, а мы не богачи, то в нашем мозгу формируется определенное отношение к материальным благам. Когда мы видим постоянную экономию, то впитываем этот образ поведения. Когда мы живем в условиях дефицита, то привыкаем к нему и начинаем считать, что это есть норма. И что же происходит дальше? Мы становимся взрослыми, у нас появляются свои деньги, у кого-то очень даже достойный доход, но мышление бедняка остается, и человек начинает сам себя ограничивать. Не позволяет себе дорогих покупок, экономит на всем, и постоянно боится все потерять. И в результате, сколько бы денег не зарабатывал этот человек, он живет в постоянном напряжении. Ему постоянно не хватает денег, или они уходят сквозь пальцы. Он постоянно концентрируется на недостатке денег. И еще раз подчеркну, он это делает бессознательно, по привычке, и при этом винит всех вокруг в своих неудачах. Родителей, жену, правительство, клиентов, погоду. В его неудачах виноваты все. Но при этом всегда оправдывает себя, находя подходящие аргументы. В результате человек не будет ощущать себя богатым, сколько бы денег у него не было. Более того, он не сможет обладать тем состоянием, о котором мечтает. И всю жизнь будет испытывать нужду. И все из-за тех ментальных установок, которые у него сформировались в детстве. Все, что мы имеем или не имеем в нашей жизни, это результат нашего мышления. Для того, чтобы стать действительно богатым человеком, нужно прежде всего поменять свой образ мышления. Человек получает не то, чего хочет, а то, на чем сосредотачивает свое внимание. Он может хотеть большого достатка, но при этом постоянно думать о том, что ему не хватает денег. И в результате, вместо того, чтобы притягивать деньги в свою жизнь, он их просто отталкивает. Понаблюдайте за собой, есть ли у вас негативное отношение к деньгам. В этом случае вам нужно начать контролировать свои мысли. И не важно, что вы думали о богатстве до этого момента. С этой минуты вы начинаете относиться к материальному достатку, как богатый человек. Вы думаете о том, что можете достичь всего, чего захотите. Ваши мысли сконцентрированы на достатке и изобилии. Вы представляете себе тот образ жизни, о котором мечтаете. И скоро такой образ мышления станет вашей привычкой. Благодаря этому вы перестанете сами себе запрещать иметь столько денег, сколько вы хотите. Наоборот, вы начинаете видеть возможности там, где раньше не заметили бы их. Субтитры создавал DimaTorzok